7 советов для молодых парней, которым еще нет 20 лет, друзья. В этом видео я поделюсь с вами 7 советами, которые я бы сегодняшний дал бы себе, 16-17-летнему, чтобы сделать свою жизнь лучше, и они бы однозначно сделали меня лучше. Меня зовут Александр Самсонов, ставь лайк прямо сейчас и смотри это видео до конца, это будет очень интересно. Порой от взрослых не дождешься нормального совета. А что делать? Муравью х** приделать, что делать? Я сегодня не собираюсь тебя критиковать или говорить, что ты что-то делаешь не так. Я сам прекрасно молод душой, я понимаю все твои отжиги и также разделяю все переживания, которые есть у тебя. Трудности, переживания, сомнения, это все у меня было. Но большинство советов, которые я получал, сводились к тому, чтобы терпи, все само собой наладиться, просто работай, не обращай над внимания, это все чушь. Поэтому сегодня 7 советов, которые я бы дал самому себе, когда мне было 17 лет. Погнали! Совет номер один. При любой возможности проявлять самостоятельность. Я надеюсь, ты так уже делаешь. Если нет, то это пора срочно начать делать. Если ты ждешь все время чего-то, ждешь, что кто-то тебе поможет, от родителей, от друзей, от учителей, еще от кого-то, прекрати. Жизнь любит успешных людей, которые берут ее в свои руки и сами добиваются того, что они хотят. Более того, когда ты станешь взрослее, ты поймешь, что люди не хотят тебя подталкивать. Если ты даешь результат, если ты сам берешь и делаешь, то людей к тебе тянет, и они хотят с тобой работать, они хотят с тобой дружить, хотят с тобой встречаться. Проявляй инициативу. Бери все в свои руки, начинай все всегда делать сам. Когда ты делаешь что-то своими руками и своей головой, когда ты это делаешь сам, ты привыкаешь достигать цели. У тебя вырабатывается супернавык, которого не хватает 90% современной молодежи. Поэтому начни делать здесь и сейчас. Совет номер два. Забей на чужие оценки. Никогда не слушай людей, которые пытаются тебя унизить, искорбить, показать, что ты какой-то не такой. Вам 16 лет. Без слова тупых. Слушай только тех людей, которые уже живут той жизнью, которой ты бы хотел жить. Например, они очень богаты, или, например, они очень счастливы, или пользуются безумной популярностью у девушек, я не знаю что. Но если ты видишь, что человек живет не так, как ты хотел бы жить, просто вножь все его слова на ноль. Это очень тебе поможет, потому что успешные люди всегда тебе подскажут, как тебе добиться успеха. А неуспешные будут пытаться затянуть свое болото хитрыми манипуляциями, унижениями, оскорблениями, издевками и так далее. Чем меньше ты обращаешь внимание на такие плохие оценки, тем здоровее будет твоя психика, и тем легче тебе будет, тем увереннее ты будешь по жизни. Помни, что это самая легкая манипуляция, провокация. Развести тебя на то, чтобы тебе стало плохо, чтобы ты сделал то, что эти люди от тебя просят. Поэтому никогда, никогда с сегодняшнего дня, слышишь, никогда не поддавайся на такие провокации. Совет номер три. Не бухай. Это не круто. Я уже делал видео про 10 причин, почему не стоит пить алкоголь. У нас сейчас классная страна. С каждым годом люди все меньше употребляют алкоголь. Мы становимся более спортивной, более крепкой, более здоровой нацией, какой мы всегда были. Ты думаешь, что бухать это по-взрослому? Нет, друг, бухать это по-детскому. По-взрослому это достигать своих целей, это зарабатывать деньги, это быть примером для окружающих. Вот что по-взрослому. А просто пить пиво или водку с пацанами, ощущая себя, что ты теперь какой-то взрослый. Да нет, это совсем не так. В нашей стране запрещено пить алкоголь до определенного возраста. Не потому, что с этого возраста ты стал взрослым. Потому что до этого возраста алкоголь тебя просто убьет. А начиная там с 21 года, понимаешь, что человек должен сам принимать решение. Так вот, только от тебя зависит, примешь ты решение, либо нет. Подсадишься на бухло, поздравляю. Ты сел в тележку, которая везет тебя в пропасть. От алкоголя одни проблемы. Подсадишься на здоровый образ жизни, и ты сам выбираешь, каким ты хочешь быть. Ты более здоров, ты более успешен, у тебя более энергии, ты никогда не разбит, ты чувствуешь себя прекрасно. Разве этого мало? Поверь мне, те угарные моменты, из-за которых ты хочешь пить алкоголь, не стоят тех плюсов, которые ты получишь, если откажешься от него. Поэтому мой третий совет прост. Просто не употребляй алкоголь. Также я тебе не рекомендую курить и употреблять наркотики, но мне кажется, это само собой разумеющееся. Веди здоровый, трезвый образ жизни, и совсем скоро твои одноклассники, твои сверстники будут удивляться тому, откуда у тебя столько сил, и как ты добился таких результатов. Пусть завидуют. С бутылочкой пива в руках. Совет номер четыре. Всегда мысли позитивно. Ты знаешь, есть люди, которые постоянно ноют, они найдут даже в самом хорошем событии что-то очень плохое, из-за чего будут ныть. В этом году предсказывали конец света? Нет. Снешний назад мини? Нет. Может быть, комета какая-нибудь? Да нет, вроде. Скукотища. А есть другие люди, которые мыслят позитивно, и даже, казалось бы, в самой безвыходной ситуации они найдут что-то самое полезное, интересное и важное, что вытянет их вперед. Когда ты ноешь, уровень энергии снижается. Когда ты мыслишь позитивно, подбадриваешь, говоришь о чем-то хорошем, уровень энергии повышается. И, в принципе, аура вокруг тебя становится более позитивной. И как ты думаешь, кто добивается больших успехов в жизни? Вот он подошел к девочке и ноет, что все не так. А другой подошел и говорит, как прекрасна жизнь. Но, естественно, более привлекательны, позитивные люди. Это отличный настрой по жизни. Просто старайся во всем всегда находить хорошее. Помни, что безвыходных ситуаций не бывает. 10% нашей жизни это то, что с нами происходит. И целых 90% это то, как мы к этому относимся. Лишь за тобой выбор сделать свою жизнь на 90% унылой, или сделать ее на 90% офигенной, яркой и интересной. Совет номер 5. Смелее принимай решение и слушай свой внутренний голос. Тебе будет казаться, что бывают точки невозврата, что от решения конкретного этой точки зависит очень многое. Это не так. Хотя это, видимо, очень важное решение в твоей жизни. В таких случаях тебе нужен опыт. Если опыта нет, поздравляю, ты набираешься его прямо сейчас. Послушай свой внутренний голос, что он тебе подсказывает. Обычно он не обманет. И поступай в соответствии с внутренним голосом. Если твое решение привело к каким-то неприятным последствиям, ну супер, отлично, у тебя есть опыт. Ты уже научился, и об этом будет следующий мой пункт. Если оно привело тебя к классным последствиям, поздравляю, твой внутренний голос будет всю жизнь твоим путеводителем. Главное, просто слушай его и не забывай принимать решение. Помни о том, что непринятие решения – это тоже принятие решения. Если ты ждешь, оттягиваешь, ты упускаешь самые классные моменты в своей жизни. Поэтому решайся чаще, действуй, начинай. Принимай решение, это очень сильно поможет тебе, начиная с определенного периода твоей жизни. Совет номер шесть. Ошибки бесценны. Мы все совершаем ошибки, мы совершаем их каждый день, по несколько раз в день, и это нормально. Самые успешные люди стали успешны не благодаря тому, что они не совершали ошибок, а благодаря тому, что они совершили сто ошибок, но поднялись сто один раз. Запомни, ошибки – это всего лишь твой опыт. Это твой горький, интересный, смешной, неповторимый, но это твой опыт. Именно твои ошибки позволяют тебе формировать себя. Но при ошибках мысли позитивно. Не делай из ошибки огромную дилемму, не надо из нее плакать, рыдать или опускать руки. Нет, совершил ошибку, скажи «Окей, теперь я точно знаю, как мне нужно поступать». А давайте-ка попробуем узнать, как нужно поступить в данной ситуации. При таком подходе любая твоя ошибка будет приносить тебе огромный кайф. Просто стремись делать так, чтобы они не разрушали твою жизнь на корню и не приводили к каким-то фатальным последствиям. А ведь 99% ошибок ничего тотально не изменит в твоей жизни. Когда ты учился ходить, ты падал. Когда ты учился говорить, ты ошибался. Когда ты учился кататься на велике, ты сдирал себе ноги на асфальте. И это нормально, ведь без этих ошибок ты бы не научился тому, что ты уже умеешь. Помни об этом. Ошибки в твоей жизни будут всегда. Они будут преследовать тебя до самой смерти. Не переживай. Ни одна ошибка не должна высасывать твою энергию. Относись к ним позитивно. Самое главное помни, сколько бы раз ты не ошибался, сколько бы раз ты не падал, важно не это. Важно, сколько раз после этого ты встал и пошел дальше. Итак, совет номер 7. Дружи с классными людьми. Этих людей может не быть в твоем классе, в группе или вокруг тебя. Находи людей, которые тебя вдохновляют. Находи людей, которые тебе нравятся, которые живут той жизнью, которой ты бы хотел жить. Относись внимательно к тому окружению, которое вокруг тебя. Потому что именно эти люди будут в итоге влиять на то, как ты себя чувствуешь, кем ты являешься, сколько ты зарабатываешь и какие у тебя успехи по жизни. Говорят, наше окружение нас формирует. На самом деле это не так. Оно нас целиком создает. Будешь общаться с алкоголиками, вуаля, ты не заменил, как ты уже начинаешь пить литр водки на спор. Будешь общаться со спортсменами, отлично, ты начнешь бегать и вести здоровый образ жизни. И это значит, что только от того, с кем ты будешь общаться, зависит твое будущее. Отнесись к своему окружению, как к самому ценному, что есть у тебя в данный момент. Ведь правильные люди вокруг всегда тебя поддержат, зарядят правильной энергией, дадут тебе правильные советы, сделают так, что ты будешь чувствовать себя уверенно и ты будешь счастлив. А если ты общаешься с людьми, от которых ничего, кроме опустошения, плохих привычек и каких-то проблем ты не получаешь, то, к сожалению, я тебе рекомендую с ними расстаться. Это будет тяжело, возможно, тебе будет какое-то время не с кем общаться, но в перспективе, найдя новых, интересных, классных друзей, ты станешь лучше и это сыграет тебе только на руку. Друзья, это были первые семь советов, которые я бы дал себе 17-летним для того, чтобы стать счастливее. Сейчас я знаю, что это прекрасно работает. Применяйте эти советы, я надеюсь, что вы станете гораздо лучше. Отпишитесь в комментариях, какие советы вам понравились, что вы узнали новое, что вы хотели еще узнать и более того, я хочу записать для вас вторую серию совета для молодых. Поставь лайк прямо сейчас, как только это видео соберет 4000 лайков, я сразу запишу ее для тебя, чтобы ты стал еще более успешным, еще более привлекательным, больше нравился девушкам, больше зарабатывал и чувствовал себя более уверенно. В молодости мы все совершаем ошибки, у нас есть сомнения, недопонимания, порой кажется, что безвыходной ситуации некому дать нам совет. Так вот, слушай эти советы для того, чтобы ты становился более самостоятельным, более успешным и чтобы ты сам, как Барон Мюнхгаузен, из любой сложной ситуации вытягивал себя за волосы благодаря правильному убеждению. Я в тебя верю. Ты смотришь мой канал, это значит, что ты не просто бездельно проводишь время в интернете, а ты улучшаешь себя, ты самосовершенствуешься, ты становишься с каждым днем лучше, ты красавчик, поэтому у тебя все будет классно, просто применяйте советы. Подпишись на мой канал прямо сейчас, если ты до сих пор этого не сделал, и ты станешь супер красавчиком. Нажми колокольчик, галочку, чтобы первым получать уведомления о моих новых видео. Я обещаю делать крутой, полезный контент, который будет менять твою жизнь, который будет делать тебя лучше, который будет делать так, что ты станешь собой гордиться, и что окружающие будут считать себя примером для подражания. С тобой был Александр Самсонов, до встречи, всем стиль, с тобой было круто.